И снова доброе утро! С вами Валерий Седов и сейчас я расскажу вам самые хорошие и позитивные новости, которые произошли в Рязани на этой неделе. А таких в городе хватает. Самое хорошее утро это то, которое началось в 2 часа дня. Но в будний день мы привыкли к чашечке бодрящего кофе. Кроме, конечно, тех энтузиастов, для которых утро это первым делом зарядка и спорт. И этот вторник для рязанской молодежи начался именно так. Притом состоялось это не абы где, а на самой площади победы. Впрочем, я слышал, что за полноценный 8-часовой сон можно потерять 480 калорий. Но Роман Дворецков в день зарядки точно сбросил пару лишних килограммов. 27 июня в день молодежи на площади победы прошла уже ставшая традиционной зарядкой собственными фитнес-тренерами. Около тысячи студентов из разных университетов города зарядились бодростью в это пасмурное утро. Вместе с молодыми людьми зарядку выполнил заместитель председателя правительства Рязанской области Елена Буняшина. Студенты из Рязанского государственного медицинского университета также приняли участие в акции. Все студенты нашего университета традиционно принимают участие в этой зарядке. Сегодня около 50 студентов нашего университета принимают в этой зарядке участие. Ну, зарядка – это заряд бодрости, заряд веселья, общение между студентами, между вузами. Кроме студентов к акции присоединились как совсем маленькие, так и взрослые горожане. Самые активные получали памятные призы от организаторов. Кроме выполнения упражнений, на зарядке провели конкурс на лучшие селфи, а также дали старт форумной кампании, всем городом проводив рязанцев на Всероссийский форум «Территория смыслов» на Клязьме. Все участники акции остались довольны. Я считаю, что зарядка – это очень полезно для здоровья и для объединения людей. На самом деле, это замечательное мероприятие. Очень рад, что попал сюда. Очень интересно, это познавательно, это круто. Общественно-спортивная акция «Большая зарядка на площади Победы» стала уже традицией. Собирает студентов-активистов всех рязанских вузов среди профессиональных учебных заведений, воспитанников спортивных школ, представителей молодежных общественных объединений. Присоединяются порой и те, что ратуются за здоровый образ жизни. На этом празднование Дня молодежи не закончилось. Вечером 27 июня в Рязанском дворце молодежи прошло заключительное мероприятие. Гостями торжественного вечера стали студенты высших и среднеспециальных учебных заведений города, представители молодежной администрации, активисты молодежных общественных объединений, представители совета молодых педагогов, врачей, библиотекарей, ученых Рязанской области, волонтеры городского центра развития социальной активности молодежи «Потенциал», Рязанского городского клуба «Успех в твоих руках», Центр развития добровольчества города Рязани, городского волонтерского центра, Центр профилактики социальных явлений среди молодежи «Мой выбор», молодые семьи, работающая молодежь, творческая молодежь, а также молодые спортсмены, военнослужащие делегации муниципальных образований Рязанской области. Именно вам строить, создавать, приумножать славные традиции нашего города, нашей области, нашей страны. И наша задача, задача власти сейчас вкладывать в вас. Потому что самые надежные инвестиции это вас, в нашу молодежь. Дерзайте, старайтесь, ставьте самые несбыточные себе планы. Для гостей праздника выступили творческие коллективы Рязани и команды Высшей Лиги Международного Союза КВН. Русская дорога и плюшки имени Ярослава Гашика. В рамках вечера в фойе Дворца молодежи были развернуты 6 тематических площадок, посвященных работе молодежных организаций в 2017 году. А также фото-выставка с отчетом о деятельности молодежных объединений. Я только что узнал, что за час плавания сжигается ровно столько же калорий, сколько и за сон. Поэтому заранее планируйте, куда пойдете купаться. Правда, надо дать солнцу немного времени, чтобы достаточно нагреть воду. А то после купания можно и заболеть. Скажу по секрету, я уже побывал в одном из Рязанских озер. И честно говоря, мне не понравилось. Надо чуть-чуть подождать. Главное, с чем ассоциируется лето, это отпуск. Жаркие страны, приятный ветерок и теплая вода. Но в этом году с погодой нам не повезло. Один только холодный ветер может напрочь отбить желание искупаться. Тем не менее, в Рязани уже подготовлено несколько пляжей. С 1 июня на озере Ореховое, на реке Старица, в микрорайоне Солоча, в районе Лысой горы и санатория Старица, на Барковских карьерах номер 1, 2 и 3 официально открыты 6 муниципальных пляжей. Все объекты прошли предварительное техническое свидетельствование. Правда, есть одно важное напоминание. Купаться на любом пляже при температуре воды плюс 14 градусов и менее запрещено. Сейчас на улице плюс 18 градусов, а на Ореховом озере висит черный флаг. Это означает, что купание категорически запрещено. Правда, желающих это не останавливает. Холодновато. Холодно. Тепло, хорошее. Только сегодня пришли с другом. Как тебе вода? Теплая достаточно, можно купаться. Не совсем, конечно, теплая, но нормально. Здесь постоянно нахожусь и купаюсь рано, и рано начинаю загорать. Так что я здесь постоянно посетитель этого учреждения. Вода суперпросто. Все купаться, все купаться. Когда купаться на озере будет разрешено, то на флагштоке появится зеленый, белый или желтый флаг. Сейчас на пляже Орехового озера немноголюдно. Пока что это зона для прогулок. Но почти все с большой тоской в глазах смотрят в сторону воды. И хоть синоптики обещают теплый июль, когда жители города уже начнут купаться, неизвестно. Июнь выдался на редкость противоречивым. Прекрасную солнечную погоду сменяют дожди. И вода не успевает прогреться. И хоть купальный сезон открыли уже давно, смельчаки, которые решили покорить эту воду, нашлись только сейчас. Правда, я пока к ним присоединиться не готов. Летом активный отдых как никогда в цене. Притом, если место для купания вы уже выбрали, то подумайте, куда отправиться после. В самой Рязани много красивых и интересных мест. Правда, есть и уникальные. Например, в верхнем городском саду находится так называемый сад камней. В нем целых 60 экспонатов из разных мест со всего мира. И мне удалось встретиться с человеком, который и основал этот необычный сад. Сейчас я вам все расскажу по порядку. Никогда не знаешь, какую могучую историю может хранить себе обычная мелочь. Например, камешек на дороге. Может, когда-то давным-давно он был частью большой скалы. Или это осколок городской брусчатки. Но в нашем городе таких вопросов чаще всего не возникает. В верхнем городском саду находится так называемый сад камней. В нем целых 60 экспонатов, привезенных из разных уголков мира. А началось все с простой идеи о самом необычном сувенире. В далеком 2001 году краевед Арсен Бабурин вместе с группой занимался в Карачаево-Черкесии водным туризмом. И в конце долгих спусков и подъемов возник вопрос, а что взять с собой на память? Обратный путь. Мы пришли взять с собой такой сувенир. Думали, какой. Ну, кто-то берет лесу шишечку, да, кто-то веточку. Ну, и пришли с собой взять камень. Обратно в город группа туристов возвращалась на машине. Поэтому камень больших неудобств не доставлял. А самый большой путь на руках он проделал от Рязанского вокзала до квартиры краеведа. Притом вначале расположился он не в верхнем городском саду, а рядом с главпочтампом. И только потом, с разрешения городской администрации, камень переместили на его законное место. Большой Зеленчук, Карачаево-Черкесия, май 2001 года. Наверное, этот камень по праву можно считать одним из самых главных здесь. Именно он стал первым экспонатом в этом большом саду камней. Сейчас в верхнем городском саду уже 60 экземпляров разного размера и веса. Самый тяжелый, например, из Карелии. Он был неподъемным, и его попросту закатили в машину. Есть и так называемые дамские камни. Так их прозвал сам основатель сада Арсен Бабурин. Потому что они могут уместиться в женской сумочке. Там есть и потери, потому что, например, ну, когда вот был сочинский сад, открыт Олимпиады, вот у нас там был Олимпийский огонь, через Рязани пробегал. А у нас как раз был камень из Сочи. Почему-то этот камень пролежал на буквально две недели. Здесь есть камни из Арабских Эмиратов, Израиля, Франции и даже Нового Орлеана. Говорят, что по этой брусчатке ходил сам Луи Армстронг. А буквально несколько дней назад, после того, как этот камень привезли в Рязань, в Новом Орлеане случилось наводнение, и часть города затопило. Но это не единственная интересная история. Самый интересный, наверное, камень – это камень из Красной площади. Вот это было действительно такое событие небольшое. Удалось привезти меня туда, просто гулял по Красной площади, приехал к своим друзьям, был в свободное время, гулял по Красной площади, и смотрел, а там революкирует брусчатка. Ну, как сейчас сам остаюсь? Краевед подошел к строителям и попросил у них такой уникальный камень. И к его удивлению, брусчатку ему действительно передали. И Рязань пополнил еще один экспонат. Что примечательно, у такого сада камней было очень необычное открытие. Например, вот эту поляну, мы несколько камней поставили, накрыли парашют. Как правило, парашют открывают, приезжают ленточку или сорвают покрывало. А тут покрывало было снять. Невозможно, просто не было такого покрывала, чтобы накрыть сразу всю поляну, вот эти три камня. Крылья – это хорошо. Парк открылся уже давно и существует по сей день. Сейчас в любой момент можно прикоснуться к частям важных элементов других мест и городов, ощутить на себе чужие истории и пропустить их через себя. К тому же, как писал фантаст Филипп Дик, память хранится в людях, а не в вещах. Когда вы прочувствуете все истории, которые в себе хранят тяжелые монументы, то можно перебраться и к представителям полегче. В этом месяце администрация города уже украсила Рязань новыми цветами, а именно 32 тысячи. Но молодежь не стоит на месте. Она пытается угнаться за старшим собратом. И также уже третий год подряд украшает город. Как? Вам расскажет Роман Ворецков. Год от года наш город становится лучше и привлекательнее. За этим следят не только муниципальные службы, но и жители города. В сквере у школы номер один города Рязани высадили клумбу в виде смайлика. Организатором мероприятия выступила молодежная администрация города. Смайл клумбы высаживается в сквере третий год подряд. На протяжении долгого времени территория была заброшенной. В 2015 году сквер благоустроили. С такой инициативой выступил родительский комитет школы номер один. Ее подхватила молодежная администрация, которая теперь постоянно следит за состоянием зеленой зоны. Убирает и благоустраивает ее. Скверу присвоили имя «молодежность», смайл клумба – его постоянный летний атрибут. К сожалению, старательные работники ценят не все. Ежегодно фиксируются случаи выкапывания растений и кустарников. Например, в этом году 67-летняя жительница Рязани выкопала тюльпаны из клумбы на Первомайском проспекте. В общей сложности было похищено более 2000 луковиц. Но несмотря на все случаи вандализма, дирекции по благоустройству города и его жители продолжают следить за внешним видом города. И с каждым днем делают его все лучше. И вот вы нашли сад камней, увидели, какими красками цветет город и все думаете, куда сходить теперь. Тогда мой поток хороших новостей для вас сегодня не иссякнет. В городе открыли новый туристический маршрут. Притом ведет он по неизвестным ранее местам. Скажу по секрету, я о нем тоже не знал. Но благодаря Галине Яршовой маршрут теперь известен. Так что смело отправляю вас с ней на прогулку. Церкви и соборы всегда покоряли рязанцев своей красотой. Однако мало кто знает, что свою историю имеют и внешние неказистые здания. Рязани издавна славятся своей гражданской архитектурой. Яркий тому пример находится на улице Свободы. Дом номер 7, больше известный как дом Хераскиных, это единственный сохранившийся в Рязани памятник деревянного ампира. Вековые сосны вместо колонны, резные окна вместо лепнины. Дело в том, что к концу 18 века в Рязани было всего 12-13 частных кирпичных домов. Позволить их себе могли лишь истинные богачи. Поэтому модные архитектурные веяния рязанские зодчие воплощали в дереве. Оно стоило значительно дешевле. С каждым годом, даже с каждым месяцем этих деревянных домов становится все меньше и меньше. Хотелось бы, конечно, их сохранять как-то, потому что это наша такая изюминка. Это наша все-таки фишка рязанская, деревянные дома, деревянное зодчество. Если дом Хераскиных у прохожих вызывает жалость и восхищение, то дом номер 80 на улице Затинной скорее разочарование. На самом деле старый и внешне непримечательный, он является одним из старейших примеров гражданской каменной архитектуры. Он сам по себе уже ценность такая вот историческая. Плюс ко всему у него интересная история. Этот дом был выкуплен меценатом Дашковым. Очень интересный был человек. И здесь была так называемая Дашковская богодельня. Богодельня для неизлечимо больных. Изначально дом был небольшой, затем к нему сделали несколько пристроек. Здесь же находилась домовая церковь. Сейчас о ней напоминает только еле заметный рисунок в дальней части здания. Примечательное то, что в доме до сих пор живут люди. Узнавайте Рязань, у нас есть на что посмотреть. В городе интересных мест хватает. Правда, у нас нет ни одного заповедника. Поэтому каждый такой в области уже навяз золота. К тому же в нашем городе находится самый крупный заповедник страны – Окский. Там можно увидеть много представителей флоры и фауны в одном месте. И Ирина Ковалева проведет для вас экскурсию. Это огромная и передовая по технологиям 19 века. Фабрика появилась в Рязанской губернии благодаря представителю одного из древнейших родов – рода Беклемишевых. Федор Андреевич Беклемишев в 70-х годах 19 века приобрел эти земли и, решив заняться стекольным производством, построил завод. В 1872 году в Брыкином бару появились первые цеха, которые располагались на территории современного ядра Окского заповедника. А затем производство было расширено. Чтобы поднять производительность фабрики, Беклемишев искал долгое время возможности, так сказать, капитала. Он переговаривал с английскими предпринимателями, с бельгийскими. И в результате уже было образовано, после его долгих переговоров, было образовано Русско-Бельгийское общество для производства зеркального стекла. И уже Русско-Бельгийское общество для производства зеркального стекла, бывшей фирмы Беклемишева, они построили вот тот завод, на, можно сказать, руинах которого мы с вами находимся. На территории Брыкино-Бора была построена узкоколейка, которая вела от фабричных помещений к эстакаде на берегу Пры. Именно сюда, по высокой воде, причаливали суда, привозившие сырье для производства стекла и зеркал. Отсюда они уходили нагруженные, готовые, к слову сказать, высококачественные продукции. Однако завод просуществовал недолго. В 1900 году наступил кризис перепроизводства стекла в России. И тогда крупные зеркальные синдикаты, в том числе и стекольный завод Русско-Бельгийского общества, были закрыты. До 1924 года его территория охранялась. Ну а после того, как охрана была снята, местные жители разобрали завод на стройматериалы. Постепенно здание бывшей фабрики превратилось в руины и заросло лесом, не потеряв при этом своей значимости и уникальности. Место, конечно, оно даже и на данный момент осталось уникальным, потому что оно чудесным образом привлекает внимание людей. Это действительно старина, это действительно история. Кроме того, это место облюбовал и животный мир. Здесь гнездятся редкие виды птиц. Именно здесь, на этой территории в частности, находится зимовка уже обыкновенная. Одна из наиболее крупных зимовых в средней полосе России уже. Так что в апреле мы здесь можем видеть такие группы уже, которые выходят на поверхность. Конечно, главной задачей работников заповедника на сегодняшний день является сохранение удивительных ландшафтов юго-восточной Мещеры и их обитателей. Но и история этих мест уделяется немало внимания. Ведутся исследования, издаются книги, а здание шлифовального цеха постройки времен помещика Беклемишева было полностью отреставрировано. И сейчас в нем размещается знаменитый музей природы и визит-центр. В любом случае, интересуют ли вас флора и фауны Мещеры или история этих мест, бракенбор посетить стоит, особенно сейчас, в разгар лета. Куда бы вас не занесло днем, важно то, как вы начнете свое утро. А лучше всего – это обыкновенная чистка зубов. Кстати, сжигает 5 калорий. Но потери лишних граммов – это не самое важное в процедуре. Главное – это чистая полость рта и свежее дыхание. А узнать побольше об этом можно из одной необычной сценки, которую разыграли для детей студенты медуниверситета. Непутевая девочка Маша и страшные зубные бактерии, кровавые баталии с участием зубной щетки и пасты. Если вас заинтересовало такое начало, то смело передаю вас в руки Анны Герцовской, которая расскажет вам о самом действии куда интереснее. Микробы, зубная паста, щетка и девочка Маша сразились в поединке за гигиену полости рта. Актеры, выступившие перед детьми, – студенты 4-го курса стоматологического факультета. В ходе представления донесли детям в игровой манере всю важность ухода за зубами. И теперь на вопрос о том, что полезно для зубов, дети отвечают, не задумываясь. Молоко. Зубная паста. Среди вредных продуктов для полости рта дети называли газированные напитки, леденцы, конфеты. Кроме того, в этот день они повторили навыки чистки зубов. Не стоит много говорить о том, что в настоящее время с Костро очень стоит профилактика различных заболеваний в детском саду. Ну и в том числе заболеваний полости рта. Поэтому мы очень рады, что нам удалось наладить взаимодействие с Рязанским медицинским университетом. И что студенты в такой доступной, интересной для малышей форме проводят с нами уроки гигиены. Студенты Рязанского государственного медицинского университета сами придумывают спектакли и несколько раз в месяц проводят подобное мероприятие в той аудитории, где работает профилактика. И в том году этот проект был поддержан грантом Министерства молодежной политики. И на это было выделено грантовое средство. И мы сейчас этот проект, скажем так, в новом формате реализуем более интересным для детей, более доступным. Больше школ предпытаемся в детских садов привлечь, в том числе и на территории Рязанской области. Для студентов же такое живое общение с детьми – это шаг на пути к будущей профессии. Намного проще будет в дальнейшем оказывать лечение маленьким и эмоциональным клиентам. Готовиться мы начинаем уже на первом-втором курсе. У нас проводят такие же интерактивные уроки уже между собой, чтобы научить нас именно разговаривать с детьми правильно, потому что это совсем другой уровень беседы. Пытаться показать это все доступно, и чтобы, самое главное, дети этими пользовались и объясняли своим родителям, как правильно чистить зубы. За зубами нужно следить еще до их появления, с самого раннего возраста. А чистить начинает с момента появления первого зуба. Но даже если время было упущено, теперь специалисты хотят исправить ситуацию. И надеются в скором времени реализовать проект, где смогут увидеть плоды своей работы. У нас есть несколько идей. Это либо осмотры детей, то есть сейчас школьная медицина возрождается. Это очень тоже актуальное направление. И смотреть до уроков гигиены, уровень гигиены детей, и после проведения этих уроков, как дети это реализуют в практике, в жизни. Ну и, конечно, опросы родителей, потому что родители – это те люди, от которых зависит очень много. С другой стороны, подобные уроки гигиены приносят не только знания, опыт, но и эмоции. В этот день у всех они оказались на высоте. Приятно просто общаться с маленькими людьми. Это такой заряд бодрости на весь день, и очень-очень позитивно. Какие эмоции вы сегодня получаете? Эмоции только положительные. Я наслаждаюсь каждой секундой, проведенной в этом костюме. Ну и напоследок всем зрителям специальное пожелание от маленьких учеников, посетивших урок гигиены. Чистить зубы, улыбаться, и почаще улыбаться, закаляться, и тогда не страшна тебе хандра. Это были только те добрые новости, которые я успел вам рассказать. Город живет, и все доброе происходит вокруг вас каждый день. Присмотритесь, может это происходит прямо сейчас. А у меня на этом все. Просыпайтесь вместе с городом, и тогда выходные точно пройдут на отлично.